Портал детали А сейчас наш гость, российский политолог, специалист по постсоветскому пространству, если можно так выразиться, Аркадий Дубнов и мой коллега Давид Эдельман, историк-политтехнолог. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Добрый день, Добрый день. Добрый день, Добрый день. Какой же можно услышать про Украину или про другие вещи? А получилось, что как огромное постсоветское пространство, оно оказалось в тени маленького Израиля? Ну, хотите, пусть будет так. Ведь это же приятно слышать, правда, Давид? Из маленького Израиля. Я не знаю, это приятно или неприятно. Честно говоря, в данном контексте не очень. Я предпочел бы быть поменьше, но чтобы того, что произошло 7 октября, не было. Да, совершенно верно. Не о чем говорить. Ну, что я вам скажу. Наблюдая за тем, как на этом постсоветском пространстве относятся к трагедии, которая 7 октября случилась и продолжается, я сказал бы так. Это реакция лучше, чем я бы ожидал, но хуже, чем мне бы хотелось видеть. То есть, в любом случае, в подавляющем количестве, так сказать, стран, это отношение, в общем-то, менее цинично, чем в России. Если нужно ли это объяснять подробно, тогда только скажу. Россия себя ведет как большой мировой игрок, пытаясь себя так вести, без которого нельзя решить ни один мировой конфликт. Поэтому она должна иметь возможность равноудаленного отношения ко всем мировым кризисам и призывать ко всему хорошему, выступая против всего плохого. Она сверху за этим наблюдает. Тем более, что все, так сказать, поддакивающие Москве, так сказать, центры силы различной степени влияния, говорят, ну как же. Конечно, Москва это уникальный совершенно игрок, у которого есть свои каналы связи с Хамасом и который может фактически уникальным образом влиять на этот Хамас. Другие страны постсоветского пространства не имеют такой уникальной возможности влиять на Хамас. И слава Богу, потому что они, в общем, кажется, ни одна из этих, ни один из лидеров этих государств. Ну, я бы сказал так, не запятнал свои руки, так сказать, или грудь только пожатием, там, с каким-нибудь Смайлом Хайнем или Халидом Машалем, лидерами Хамаса. В отличие от Сергея Викторовича Лаврова, предположим, да. Вот. Некоторые страны повели себя чрезвычайно достойно, реагируя на эту драму. Я бы выделил первым из них, первый из них Казахстан. Я, думаю, достаточно внимательно наблюдая за реакцией официальной, сейчас будем говорить, то только Астана выпустила заявление МИД, в котором осудила резко нападение Хамас террористическое на мирное население Израиля и призвала к невиданному освобождению заложников. Повторяю, только Астана назвала Хамас Хамасом и назвала его террористическим. Никакая другая страна, включая демократическую Грузию, демократическую Украину, не назвала, не произнесла в своих официозах слово Хамас. Она осудила нападение на Израиль, на террор, но вот слово Хамас никак выговорить не удавалось. Ни в Киеве, ни в Тбилиси, например. Лояльно к ситуации, в которой оказался Израиль в результате нападения Хамас, отнеслись в Азербайджане, такая общественность, блогеры, с большой симпатией традиционно относящиеся к Израилю, выразили свое украинское осуждение нападением. Официальный Баку избежал такого рода резких заявлений, но тем не менее дал понять, что, в общем, он считает делом нехорошего нападения Хамаса. Но, опять же, Хамас он не назвал. Да, тут совершенно свой взгляд, я имею в виду Азербайджан и Израиль, всем понятно, что у них свои отношения, в первую очередь, связанные с поддержкой Израилем, военно-технической поддержкой Азербайджана во время, так сказать, войны с Арменией, и Баку это хорошо помнит. Тем не менее, для меня было неожиданно узнать, что посольство Азербайджана открыло в Израиле только в октябре прошлого 22-го года. Это было довольно для меня интересно, я не знал. В октябре было решение об открытии посольства. Само посольство открылось в апреле, ну, а здания посольства нет до сих пор. Вот как, ну, это еще как... То есть, армяне их в этом плане упредили года на два, если не ошибаюсь? Ну, да, армяне знают, что у них же, знаете, известная же поговорка «Берегите армян», да, потому что следующими будут... И наоборот, да. Да, да, поэтому они понимают, что отношения с Израилем для них экзистенциально важны. Ну, и кроме того, так сказать, армянское меньшинство в самом Иерусалиме чрезвычайно важный фактор, так сказать, израильской внутренней жизни. Ну, вот. Если говорить о ругании в адресу Израиля, то, конечно, на первом месте Россия, но на втором месте Армения, причем если Россия, так сказать, в основном по должности, ну, там людям положено ругаться, работа у них такая, так они и ругаются, то в Армении это просто от души. Есть такое, Давид, есть. Я не спорю с этим. Ну, что тут можно сказать? Это все, опять же, опосредовано через отношения Азербайджана с Израилем. Я вам должен сказать, что в 20-м году, во время 44-дневной войны, когда в первые недели стало известно, так сказать, такой непрекращающейся поддержки Израилем Азербайджана с точки зрения поставки вооружения в процессе войны еще, да, я даже выступил, в общем, с таким откровенно публичным заявлением, что, ну, я осуждаю, так сказать, во время войны поддерживать одну из воевающих сторон в этом конфликте нехорошо, не комильфо, да, поэтому, в общем, надо смотреть на эту вещь и сквозь призму самого армяно-зербайджанского конфликта. Ну, исторически мы тоже понимаем, что у армян с евреями отношения непростые, чего ж тут греха таить. Но мы сейчас, правда же, не об этом. Нет, мы не об этом. А что касается Азербайджана и Казахстана, особенно про Казахстан, вот мне сегодня объясняли, ну, люди из Казахстана, потому что мне поговорили с людьми из Азербайджана, что на обе страны было оказано, ну, совершенно неимоверное давление и со стороны России, и со стороны Китая, и со стороны арабских стран, и со стороны Турции, и со стороны Ирана с единственным требованием прекратить поставку энергоносителей в Израиль сейчас во время войны. Вот. И обе страны, и Казахстан, и Азербайджан, в мягкой форме, ну, послали тех, кто их принуждал к этому, а ограничились заявлением о том, что они поддерживают формулу два государства как для двух народов, ну, так же, как и наш премьер-министр Вениамин Атаньяков. Ну, политез есть политез. У дипломатов своя, так сказать, этика, свой профессионализм, да, и нужно с ними хорошо сесть один на один и взять, так сказать, по горячительному, чтобы, наконец, выяснить, что же на самом деле-то они думают и как они относятся. Ну, мы исходим из официозного, так сказать, отношения. Официозное такое, какое оно есть. Можно взять еще там, скажем, такую страну, как Узбекистан, да? Там тоже нет официальных каких-то реляций на тему поддержки Израиля, либо, так сказать, поддержки тем более Палестины. Нет, и вряд ли будет, потому что Узбекистан, руководство этой страны прекрасно себе дает отчет, что очень рискованно выражать свою поддержку одной из сторон, в первую очередь, палестинской стране, потому что, так сказать, в этой густонаселенной стране, где огромное количество, миллионы узбеков исповедуют ислам и очень его, так сказать, рьяно, как бы ему следует, намаз совершает, там, пять раз в день и так далее, такая акция руководства не пойдет ему на пользу. Да, поэтому лучше воздержаться. Но, поверьте мне, что симпатии, так сказать, людей, которые понимают, что происходит на стороне Израиля. Я, более того, я могу вам привести пример. У нас большинство авиакомпаний всего мира перестали летать в Израиль с 7 октября утром. Вот Люфтганзе, Визейрес, все летающие утюги, так, лоукосты, все перестало летать. А вот ташкентские авиалинии влюют на все и летают в Израиль, за что очень многие... А казахские авиалинии летают? Да. А казахские авиалинии летают? У них же там недавно открыто. А казахские авиалинии у нас только должны установиться, связь у нас ее не было. А, потому что мы уже давно слышали о том, что... У нас, понимаете, самая большая проблема, что с нашими лучшими друзьями у нас либо не было дипломатической отношения, либо не было авиационной связи. Ну, хорошо, давайте... Ну, сколько я знаю, да, сколько я знаю, я сейчас только добавлю, Эрастана совершила, так сказать, вывозные и вывозные рейсы из Казахстана в Израиль и наоборот. Да, мы это просто знаем фактически, потому что наши знакомые приезжали в Израиль из Казахстана. А? Началось в сентябре. Первые рейсы... Ну, это пробные, да. Господа, давайте вернемся к теме нашего разговора. Самая, так сказать, большая проблема, которая, значит, на постсоветском пространстве существует и существовала до момента начала вот этой израильской войны, это, конечно, война в Украине. И то, что происходит сейчас в Израиле, оттянуло внимание средств массовой информации и вообще общественного мнения от войны в Украине. А в том числе в Украине высказывают опасения, что это скажется на поддержке Украине. То есть они с некоторой... Ну, я не хочу говорить с завистью, но с таким... С некоторой обидой говорят о том, что вот смотрите, когда у вас началось... Байден пригнал две авиагруппы, а у нас, когда началось, они, наоборот, из Черного моря вывели все свои корабли. То есть вам, а не сразу же там Байден прилетел, то есть буквально там через два дня у нас такого не было. Как вы считаете, окажет ли это влияние вот эта вот наша война, какое она оказывает влияние, тени от нашей войны, на войну в Украине? Безусловно, оказывает. Но, безусловно, то, о чем вы говорите, имеет место. Безусловно, в Киеве как бы разочарованы тем, что внимание мира, в первую очередь, Соединенных Штатов якобы ослаблено и не в сторону Украины, а в сторону Израиля. Ну, деликатная тема, прямо скажем. Можем было сказать, что в Киеве как бы не слишком-то правы, если посмотреть на реальную ситуацию. Да, вот выделение, запрос на выделение Конгресса 100-миллиардной помощи, из которых там порядка 60 миллиардов на долю Украины и лишь там чуть больше 10-ти в сторону Израиля, говорит само по себе, да, в том числе военная помощь. Ну, другая история, что, понимаете, все-таки Израильска или, как его называют, Палестина, Израильский конфликт это конфликт, так сказать, мирового, такого метафизического значения, который был, есть и будет. Спасибо за оптимизм. Пожалуйста, пожалуйста, ну, просто потому что, ну, ну, понимаете, ну, пусть кто-нибудь бросит меня камень, если я скажу, что с решением проблемы Хамаса, проблема, так сказать, взаимоотношения с палестинскими арабами решена не будет. палестинцы, арабы, точнее говоря, всегда будут рассматривать территорию Израиля как свою территорию по, так сказать, по вредоносности мировых держав, отданную евреям. Евреи не имеют права иметь там государство. Ну, что, ну, разве, так сказать, это не так? Значит, проблема может быть решена насколько угодно. Я смотрю, Давид высматривает, где бы там найти камень, чтобы вас бросить. Да, Давид? Нет, у нас был когда-то такой теоретик из Одессы, господин Жаботинский, он сказал, арабы хотят сбросить нас в море, правильно, хотят, они хотят это сделать именно потому, что они народ, а не сброд, и они будут это хотеть до тех пор, пока араб не поймет, что нас сбросить не удастся. Ну, вот, мы все-таки надеемся, что рано или поздно араб поймет, что нас сбросить не удастся. Нет, вы видели, а им не нужно понимать, что сбросить не удастся, для них же главный процесс, Давид, ну, вы тоже же понимаете, для них не важна эта победа, для них важен процесс. Был такой ренегат Эндрю Бернштейн, так сказать, в свое время друг Карла Каутского, который бросил и прокляли за его оппортунизм. Он сказал, что демократия это не цель, это процесс, за что его большевики прокляли, потому что поставили цель коммунизма, а там миллионы трупов, это не важно, какой идет процесс. Так вот, для арабов, на мой взгляд, это процесс, вот они уже, так сказать, Хамин Ижи объяснил всем нам, что мы одержали уже свою победу, мы уже напугали Израиля, мы уже сделали так, что они вздрогнули, это победа, понимаете, и дальше они будут то же самое делать, следующая победа, это процесс, для них это, как крутить педаль велосипеда, как только они перестанут говорить о том, что они скинут Израиль в море, они перестанут существовать, когда-нибудь в Иране перестанет существовать хаминийский режим, вот тогда этот велосипед перестанет ехать. Секундочку, а когда вы говорите про арабов, ну, хаминайи это в стороне, они вообще, это перцы. Да, вы говорите арабов. Секунду, когда вы говорите про арабов, каких арабов вы имеете в виду, я просто поясню, так сказать, вы не хуже меня знаете, что нет такого понятия арабы, то есть, есть различные этнические как бы группы, которые отличаются между собой кланы там и прочее, отличаются не только внешним видом, но и языком, есть группировки, так сказать, группы арабов, которые друг друга не понимают, говорят на разном арабском языке, я все-таки позволю себе задать вопрос. То есть, когда вы говорите, что они никогда не смирятся с этим, кого вы имели в виду? Вы имели в виду арабов Газы, арабов Западного берега, это, кстати, разные арабы, либо вы имели в виду арабов Иордании, либо арабов там Саудовского королевства? Наверное, нужно будет так отвечать. Конечно, вы правы, арабы разные, но когда я говорил то, что я сказал, я имею в виду тех палестинских арабов, которые считают себя потомками тех беженцев, которые после войны проигранные арабами в 1948 году вынуждены были, так сказать, бежать из территории сегодня, значит, являющейся Израилем. Их миллионы. Да, и самая главная проблема с этими, так сказать, палестинцами, потому что куда их деть? Мы видим, с каким цинизмом постоянным относятся к судьбе этих людей другие арабы, в Иордании, они не хотят их принимать, они никому не нужны. И поэтому вот в этом, так сказать, гетто, в котором, в конце концов, так или иначе, они снова должны будут оказаться, непонятно, с какой, как бы, с какой перспективы их будут индоктринировать так же, как это делали раньше. Те же самые друзья персы, иранцы, потому что будут им говорить, что вот ваша цель такая-то, выход из положения такой-то, Катар по-прежнему будет готовы давать миллиарды, сострадающая Европа будет их, так сказать, кормить бульоном и так далее. То есть, это процесс, который, да, мы прекрасно понимаем, что в Израиле тоже не видят ему пока решения. Сегодня, что называется, степ-бай-степ, цель только одна. Что называется, вырвать корнем все, что связано с Хамасом политически или военным путем. Ну, правда, в тупик, сукцбанк. Поэтому, возвращаясь к Украине, приходится сказать, что там, так или иначе, решение просматривается. Оно будет. Оно не будет победным для Украины. И оно не будет победным, так как думают, скажем, в России. Но оно будет каким-то решением, да, очевидно совершенно. Так же, как было решением там, воссоединения Германии, или прекращение большевизма, так сказать, советской власти в Восточной Европе. Это Европа. Да, но не кажется ли вам, что вот это решение, которое оно будет, все равно не будет окончательным, потому что отношение между Украиной и Россией, между украинцами и русскими, та ненависть, которая возникла в результате этих полутора лет кровопролитной войны, она превратит их в Ближний Восток. И украинцы так же будут ненавидеть русских, как арабы ненавидят евреев и наоборот. Но вряд ли украинцы будут проникать в Россию для того, чтобы есть русским голодом. Этого мы не знаем, Давид. Значит, там трагедия российско-украинских отношений, это трагедия наперед на многие, конечно, поколения. На многие поколения, да. Конечно, никто с этим не спорит. Но тем не менее, тем не менее, этот конфликт находится, повторяю, в Европе, где нет такой как бы внешней силы, которая будет все время ковырять этот конфликт. Да. Русский мир ограничится на десятки лет, так сказать, тем, что он получит в результате этого раздела. Да. И больше на ближайшее, повторяю, время ему вряд ли что-то будет нужно. Он не пойдет войной на Балтии, как бы, так сказать, как бы там нас не уверяли в этом известные люди. Я так считаю, да. Потому что вот есть некие пределы, так сказать, физические и, извините за грубость, интеллектуальные, так сказать, российские лица. Вот. А вот этого нету на Ближнем Востоке. И не будет, к сожалению. Ну, поэтому единственный выход из этого всегда Израилю быть готовым и сильным. Вот просто сильным и готовым, потому что это судьба Израиля. Вот я вижу эту ситуацию вот так. Аркадий, кстати, мне проговорили после 19 сентября. А как вы считаете, в армяно-азербайджанском конфликте это уже конец виден или это уже конец то, что произошло с Чарльцем? Вот очень такой интересный вопрос. Я бы сам, так сказать, готов был бы быть оптимистом. Мне такое ощущение, что это, в принципе, возможно. Это выгодно, вообще говоря, установление некого баланса устойчивых сил выгодно в регионе всем. Вот просто всем. Туркам выгодно, азербайджанцам выгодно, перцам в известной степени тоже выгодно при определенных условиях, но и выгодно армянам. Армянам выгодно, если они избавятся от, так сказать, рухнувших идеологических таких, как бы, мечтаний. Мифы Мяцума, к сожалению, лопнули. Нет больше второго армянского государства, идею которого, так сказать, лелеяли армянские интеллектуалы где-то в 70-е, когда стали отмечать 60-50 лет геноцида турецкого. Нет, этого не будет. А значит, Армении нужно сосредоточиться на, в общем, восстановлении каких-то отношений внутри этого, так сказать, огромного пространства, враждебного с точки зрения, так сказать, религиозного и так далее. Но Армении никуда не деться. из этого окружения. Поэтому ей надо как бы выживать. Ей нужно спасать само по себе существование армянского государства. Значит, с соседями нужно договариваться. Армения не может быть такой сильной, как Израиль, чтобы их отбросить. Понимаете? Поэтому сказать так же, как я сказал, про Израиль, единственный выход быть сильным и всегда готовым к нападению, можно сказать про Армению, но это, так сказать, не имеет перспективы. Не будет Армения такой сильной. Вот в чем проблема. Вопрос про увязывание в Конгрессе, то, что вы затронули. Ну, и многие в Конгрессе, то есть я имею в виду республиканцы, и многие в Израиле очень недовольны тем, что Байден увязал израильское и украинский вопрос. То есть он не мог провести 60 миллиардов, там, 64, по-моему, миллиарда для Украины, и поэтому он добавил к этому несколько миллиардов для Израиля. И проводит Израиль как будто впереди, как этот лошадь, которая должна повести за собой там даже не телегу, а огромный ВОЗ. Вот именно украинской помощи, и вот республиканцы говорят, что Израиль окей, с 85-го года получает 3 миллиарда долларов в год военной помощи. Украинцы получают за один год только от США больше 60 миллиардов. То есть получается, что война в Украине стоит как 20 лет поддержки Израиля. И Байден именно это проводит. Может быть, наоборот, украинцам как-то повезло от того, что в Израиле начался этот конфликт. Я, честно говоря, все-таки так и не понял, как вы шормулируете вопрос, Давид. Нет, так именно из-за того, что в Израиле начался конфликт, Байден сможет привязать Израиль, протянуть помощь Украине, которую бы он иначе через Конгресс не провел. Ну, хорошо, может быть, и так. Я, как вам сказать, как ответил, как ответил Герхард Шрёдер в нашумевшем интервью двудневной данности Berlin Линвер Цайтунг. Посмотрите, огромное интервью. На него же даже Путин надреагировал. На вопрос, там что-то связано с Путиным, он так сказал, а я вообще в этом ничего не понимаю. Там есть две фигуры сильные, так сказать, Путин и Медведев, которые уникальные влияния имеют на российское общество. Я сейчас побуду немножко Шрёдер, я ничего в этом не понимаю, как будет, так сказать, манипулировать Байден и балансируем помощью между Украиной и Израилем. Я вам завидую. Я тоже. Спасибо. Спасибо большое. Политолог, специалист по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов. Спасибо Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok